Всем привет! Вы на канале Доступный Транспорт. И сегодня я прокатился на поезде 81775.2 Москва-2024 по замоскворецкой линии московского метрополитена. Это второй поезд, потому что первый поезд находится в депо Солнцево, третий поезд был в депо Сокол, а вот этот вот поезд у нас второй катался сегодня по замоскворецкой линии. Ну и я вам желаю приятного просмотра и мы с вами начинаем. Этот поезд мне очень понравился, потому что у него аутентичный салон, довольно современный, по навигации у него все понятно, вот, в общем, лично мне поезд понравился, не знаю как другим. Ну и мы начинаем. И сейчас вся история поезда 81775.2 Москва-2024. Поехали! 81775.2, 776.2 и 777.2 Москва-2024. Модель электровагонов метрополитена, разработанная и выпускаемая с 2023 года, Трансмаш-холдингом. Является рестайлингом модификации поезда Москва-2020. Вагоны модели 81775.2 моторные, головные. 81776.2 моторные, промежуточные. 81777.2 прицепные, промежуточные. Производство организовано на мощностях АО «Метровагон-Маш» с 2023 года по заказу Московского метрополитена. Поставки начаны в 2024 году. За основу диндизайна ТН «Маски» поезда, которую разрабатывала студия «250ЛАП» для Москвы-2024, 4. Взгляд головной моторного вагона «Балтийц-81775.1» Санкт-Петербургского метрополитена. А теперь у нас история выпуска. Дизайн проекта «Москва-2024» был представлен Департаментом транспорта Москвы 31 августа 2023 года. В ноябре 2023 года на заводе «Метровагон-Маш» была начата сборка новых вагонов. 24 ноября 2023 года был анонсирован запуск поезда «Москва-2024» на замоскворецкую линию Московского метрополитена на ряду с поездами «Москва-2020». В декабре 2023 года первый состав был собран и в начале января отправлен с завода нам в Московский метрополитен. А сейчас общее сведение. Вагоны модели «Москва-2024» предназначены для эксплуатации на линиях метрополитена с шириной колеи 1520 мм, электрифицированных боковых контактным рейсом с напряжением 750 Вт постоянного тока. Поезда могут эксплуатироваться как на подземных, так и на наземных участках линий. С максимально допустимой АЛС-АРАЭС скоростью движения 80 км в час. Составность электропоезда формируется из двух головных моторных вагонов с кабинами управления модели 81-775.2, нескольких промежуточных вагонах 776.2 и промежуточных прицепных безмоторных 81-777.2. Минимальное число вагонов в составе поезда 2, только головные вагоны. Максимальное 8, 2 головных моторных, 4 промежуточных моторных и 2 промежуточных безмоторных. Нумерация и маркировка вагонов Москва-2024, в целом аналогично применяющиеся для всех вагонов метро российского производства, и осуществляется по вагонам без присвоения номеров составам. Обозначение серии моделей в вагонах отсутствует. Его можно увидеть только на табличках завода-изготовителя в салонах вагонов. Номера наносятся по бокам корпуса. Прибытие Москвы-2024 на станцию водных стилей. Вблизи одного из межвагонных переходов со стороны другого межвагонного перехода номер не относится. Ну а теперь эксплуатация. 7 января 2024 года первый поезд поступил в московский митрополитен через железнодорожный гейт в депоте ЧАУ-17 Солнцево-Солнцевская. Спустя два дня, 9 января своим ходом был перегнат в новое депоте ЧАУ-22 Аминская Большая Кольцерина. 12 января в ТЦЕ-2 Солнцево-Солнцеве. 24 января состоялась первая Амказа. В будущем на этой линии планируется начать регулярную посетительную эксплуатацию поездов данной модели и замену им составов вагонов 81717-714 с уставшей реостатной контрольной системой управления. Новые поезда оборудованы современным асинхронным тяговым электродвигателем. Запуск с пассажирами состоялся на замоскворецкой линии 11 марта 2024 года, что стало общественно значительным событием в связи с жалобами пассажиров на шум от вагонов серии 81717-714 и их модификации. Но это всё Википедия, а теперь лично от меня. Ещё раз повторюсь, поезд для меня лично понравился. То есть это как бы для замоскворецкой линии более новая поезда. Ну то есть жители замоскворецкой линии просто радовались, наверное, когда поезд был... Наверное, даже не, наверное, радовались, а радовались точно, потому что, на принципе, вот эти перемены, большие выпуски задолженностью москворецкой линии. Но я думаю то, что как бы этот поезд сейчас, как бы, 1024, с пассажирами был выпущен экспериментально, скорее всего. Вот. Потом, скорее всего, когда-то его уже не будет на линии, скорее всего. Вот. Ну, в общем, такие дела. Кстати, на стенах некоторые необычные карты, а вот карты с красными полями, ну, где должны быть написаны подпись Владимира Владимировича Путина, но её там не было. Ну, думаю, в ролике вы это всё увидите. А это я вчера проезжал мост перед технопарком. Где там автобусный парк, вот Москва-река. Слушайте, довольно тихо он едет на улице, но и довольно, как бы, плавненько вообще он ездит, вообще. То есть, можно даже спокойно вот стоять, не держась за поручни, и он будет плавненько трогаться. Ну, скорее всего, это зависит от машиниста. Но делать я вам так не советую, всё равно это может быть чревато. Будет он ходить по всем маршрутам за Москворецкой линии, например, от Сокла до Автозаводской, либо от Сокла до Орехова, либо от Сокла до Красногвардейской. Там, как бы, уже без разницы. Будет он ходить прямо по всем маршрутам за Москворецкой линии. И, кстати, в будущем планируется запустить, ну, поезда такого типа на Троицкую линию, Московскую линию, на которой откроется в будущем. Вот, эти поезда там будут ездить. Вот, ну и вообще этими поездами, скорее всего, скорее всего, будут заменять некоторые линии. Ну, я так понимаю, что, конечно, я думаю, ну, не будет, конечно, но я думаю, как говорили, то, что ещё на Большую кольцевую линию тоже хотят запустить поезда такого типа, хотя там есть 2020-е. Вот, и я думаю, что это будет как-то нерационально. Вот, вот такая подсветка. Ну, и сам поезд тоже прикольный. Кстати, изменилась, изменился, изменились лампы, то есть они теперь расположены вот в таком вот типе, не как в Москве 2020 и вообще в других поездах. Вот, то есть это более современно выглядит. Вот именно это, на которое я ездил, это вторая Москва 2024, так как первая находится в Солнцево на реконструкции, а третья находится в Сокле, в депо находилась точнее, а все остальные до сих пор ещё не на московском метрополитене. А там, кстати, стоит Москва-2020, предшественник как раз. Вот, такая связь пассажир-машинист тоже прикольно, довольно сделали такого вида. То есть, я думаю, красивее. Это аварийное открытие двери. Ну и давайте посмотрим. Отправляемся. Ну а сейчас предлагаю просто прогуляться по салону поезда под музычку вместе со мной. Хе-хе. Можно так сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сьте DAVID squ 오 в worthyior. Если говорить это было не так,imecks. А сейчас. Субтитры это. Сейчас будет интересно. Помните,ób Hero. candy это салон. Pit入. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и сейчас посмотрим на отправление Кнопка для инвалидов Субтитры сделал DimaTorzok Ну и на этом мы будем заканчивать наш видеоролик Вот на такой прекрасной ноте Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Вы были на канале Доступный Транспорт С вами был я, Даниил И всем пока-пока Увидимся совсем скоро В новых инсайдерских роликах